Этим летом проходит парадоксальный чемпионат Европы 2020. Парадоксален он тем, что проходит он в 2021 году. И сегодня, в эту прекрасную погоду, я со своими друзьями решил сделать свой чемпионат, чтобы выявить, кто из нас лучше. Ребят, ну что, вы готовы? Я думаю, точно не пил, Володя. Ну, мы сегодня сделаем несколько конкурсов. Первый конкурс у нас будет попадание в Перекладину. Самый известный футбольный конкурс. Я вижу, Дима подготовился в джинсах. Меня предупредили, как приходить, поэтому я сразу готов. Все, нормально, Никитос, ты готов? Ботинки дырявые, социальное нормально. Ботинки дырявые? Ну да, вон правое. Никитин, кстати, между этими, да? Кто-то наступил, Никит? В принципе, если я выиграю, будет считаться, что ты тоже выиграешь. Ботинки твои. Это портовые, Димас? То есть вы вдвоем против меня, да? Хорошо, я, в принципе, видишь в копочках. Самые стандартные бусы, что может быть, копочка. То есть раньше все были в ярких таких. А что у тебя со шнурками? Что ты их перебинтовал? Ну, потому что они длинные. Володь, ты знаешь, что язычки можно отрезать тоже, как раньше делали? Началось, 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 началось. Но зато похож на тренинг быстро. Это же не техничные бусы. Где твои Найки красные, зеленые? Никитин, я техничные. Я релитма не играл. Это я релитма не играл. Я только что хотел сказать, что я не был никогда техничным. Но ты сказал про релитма, я такой раз замолчал. Все. Ну что, Никита, кто из нас, Дим, первый начнет? А сколько? Все мячи подряд бьем или как? Нет, только три. Три мяча? Ну, давай я первый начну. Давай. Я самый красивый среди вас. Давай. Самый красивый в прекрасных бусах. Воско тайм. Ну вот, в Эстонии наступило лето. Прекрасная погода, море, жара. Главное, футбол. Но, несмотря на это, не забываем подписываться на канал Бэтсейв Прибалтика, чтобы не пропустить очередные выпуски Воско тайм. Воско тайм. У меня, конечно, Димон, надежды очень мало, что ты попадешь. Но попробуй. Нет. Ну, я же говорил. Ну, чуть-чуть, чуть-чуть не хватает. Никита, Сик. Следующий. Да, и одно попадание – это победа. Ну, давай. Да нет. Нападающий. Ну, да. Это как всегда. Ничего нового я не увидел сейчас. Понятно. Димон, ты когда в свор попал, да? Да. Кстати, мне кажется, принадлежит попадание в перекладину, когда мы играли с Тумасяном, Серегой. Я попал в перекладину, мячик отскочил, еще раз в перекладину и еще раз. Больше такого не видел. Но если ты еще раз так делаешь, мы тебе за три балла и засчитаем. Так, ладно, а чечки? А че ты? Ага, не видишь, что ли? Как говорят арморютли, что я всегда поправлял, да, волосы? А где твоя, кстати, ленточка? Резиночка? Ты ее все уже… Обычно она на руке была, проверить. Обычно на руке. Сейчас только часы остались. Ну что ж, разгон. И поджали. Ты играл с центральным защитником, да? Играл на вынос. Ты научился. Когда вратарь не мог выносить от ворот, он выносил? В детстве, да, выносил. Кстати, у нас Виталий Телиш был. Он играл за вас на новом турнире, играл за нас. Так я только надеялся, что он выбит туда. Никто не мог вынести, он за половину. Мы хоть отдыхали. Нас присинговали? Прилично. Ну, поехали. Ну, давай. Вторая попытка. Заразили мне. Товарищи, стыдно, стыдно. Стыдно, попасть не можем. Один в раму только удар, алло. Ну вот, сейчас будет перекладина. Ну, куда? Никитос, сколько у тебя голов было в первой лиге? 29. 29? В какой первой лиге? Когда ты в 17 лет тебе было. Это рекорд? Да нет, там кто-то больше, по-моему. Нет, именно для 17-летних. Возможно, да. Так надо попадать здесь. Я оставил все на закусочку, на последний удар. Ну-ка. Надо будет мешаться все в последнем раунде. Ты три года не играешь, уже разучился по мячу. Сколько не играю? Три? 17-й. Да уже четвертый идет. Понятно. Поехали. Ну, мы же говорили, все на последнее, да, то есть, оставляем. Это заявка на победу. А на него уже, да. Никитосик. Вот он. Кстати, опять же, Серега Тумастян давал совет, что надо на непилек ставить. Сейчас он у тебя на непилке и улетит. Раз. Вот туда. Три. Четыре. Сейчас ты его и вспомнишь. Или хорошо, или плохо. Криштиану Роналду. Загрузка. Разгрузка. Извини, Ники, но сегодня ты... У меня просто силога. Сказал на непилек 7 шагов Криштиану Роналду. Привет, Сергею Тумасяну. Привет, Сергею Тумасяну. Воскотайм. Переходим к следующему нашему конкурсу известному. Ребята, попасть надо вот с этой точки ворота. Что может быть проще? Я не знаю, я никогда отчуда по воротам не бил. Никогда в люди отчуда не бил, знаешь, ты говоришь... Я подавал. Когда просят. Димас подавал, да. А поверь, что Маркус Юргенсон кинул аут из-за лицевой линии и бросил аут. Было, впаять. Никто не понял, а судьа тоже что-то не понял. Почему он из-за лицевой аут. Ненормально? Прошло? Не, не, остановили. Я, кстати, хотел анекдот рассказать тогда. Делать четвертый год, по-моему. Боюсь, за имена ошибиться. Сборная Россия играет в Америке. Ну и провалилась. И летят обратно в Россию в самолете. Стас Черчесов, нынешний тренер сборной России. А Нуопка. Ну, вся известная, хорошая бригада. И они, звонок раз в аэропорт. Точнее, из аэропорта в самолет, что, ребята, там вас ждут болельщики. Что сейчас будут, ну, просто такой гнев на вас. Не знаю, что хотите делать. И как-то через черные ходы убегайте. Я не знаю, что делать. Вот, ну, надо как-то. Ребята не знают, не знают. Раз-таки пошли переодеваться. Давай, поехали. Классный анекдот. Вообще зайдет. 5 минут рассказывал. Все, начинаем. Я просто не хотел про Стаса Черчесова говорить. Воско-тайм. Друзья, прекрасная новость. Бэтсейф открывает портал для бесплатных прогнозов на крупные спортивные события. Заходи на batsafeliga.ie, регистрируйся и играй со своими друзьями и ведущими Бэтсейф Прибалтика. Воско-тайм. Кто первый попадет и хранит, тот и начинает. Не будем менять ничего. Давай. Ладно, Димас. Лучше внешне ему. Конечно, мы Димаса подставили. А Димаса еще внешненько. Я смотрю, сами-то не особо. Кстати, я вспомнил концовку анекдота. Да? Да. Дмитрий Хлистов такой решил. Кто-то перед своим ударом решил-то рассказать. Дмитрий Хлистов такой, да, надо что-то делать, надо что-то делать. Такой переоделся у какого-то мужика, бомжа такой. Ну и все, уже в этой зоне, где еще нет болельщиков. Такой идет, блин, надо спросить у кого-то, похож я или не похож, или хорошо переоделся. Такой идет, видит бабулька, такая кайса, он такой, бабуль, извините, а кто я, не узнаете? Он такая, ты Дима Хлистов. Он такой, а как меня узнали? Вы же бабушка. Такой Стас снимает. Это же я. Стас Петчесов. Поехали. Мяч возьми. А, кстати, мяч ворота, заметьте, господа. Да-да. Да-да. Не тот. У нас первые, первые, конечно, как бы шмаки летят туда. Слушай, давайте... Покрутить надо. Говоримся, если мяч заденешь, считается? Вон тот. Считается. В пиарде свояк зайдет. Считается. Да? Да. Ладно. С прямым? Да, на пушку. Это Роберто Каута такой забил один раз. Почти. Ребята, вы пример показываете. Поехали. О, Ниги, молодец. Молодец, я не скажу. Башмаки стреляют. А если вот так? Надо субечного стреляли. Пусть касается линии. Давай, третья попытка. Оказывается, я не так и плох. Я по крайней мере в конкурсах. Да? У тебя всегда, Володя, это было вот это. Тамада, конкурсы, ведущий. Тамада, конкурсы, ведущий? Да. Номерочек оставь сразу потом. Поехали. Кстати, я думал, за мячом идти, он сюда пришел. Я тебе специально его передал. Это взаимодействие, партнеры. Помнишь, как мы в торпедо, мы с Димасом играли. Никита приехал на просмотр. Все, должен оставаться. Равиль Сабитов не взял. Ну, там, возможно, и другие были обстоятельства. Ну, может, и другие обстоятельства. Ну, три сбора прошли с тобой. Ну, три сбора прошли. Даже забили, да, Никитас? Забивали. По-моему, на паре какую-то мы команду там дернули прилично. 7 или 8-0. Это эстонская команда была? Ну, эстонская команда. Какая-то португальская, наверное. Пятый дивизион. Ну, мы там феерили. Это наша тема была с Никитой. Феерить. Ой, ты б... Куда? Ну что? Димон. Никит. Димон. Мы тебя подставили. Забирай башмаки свои обратно. Что делать? В предыдущем конкурсе так не говорил, когда попал. А всегда так, да? В футбольную терменность. Выигрываешь. Сразу. Я герой. Герой. Проиграли, то он герой. Все, забирай. Ну что ж. Подводим итоги нашего конкурса. Считаем очки. Я, как, можно сказать, ведущий, вас обыграл. Хоть уже 4 года не играю профессионально. Но мы на твоей территории. Я говорю, ты ведущий. У тебя эти конкурсы каждый день. Я тут все подставлено. У меня тут Олег Михайлович. Михайлович? Серб, что ли? Усатый. Усатый. Серб, что ли? Да, он нас там регулирует, как Катабыч. Знаешь, такой поправляет меня. Так что, Олег Михайлович, вам тоже там привет. Воскотайм. Последний конкурс. Ребят, я ради вас, только ради вас, стану в ворота. Как из того анекдота, просто неслава Черчесова. Черчесова. Ну, они тут, конечно, бомбически. Я, кстати, в своей карьере играл и центрально, но вратарем не был. Тимон, а ты? Слушай, я много где играл, да, но вратарем я тоже не был. Но я помню про тебя одну историю. Когда в инфанете тебя Александр Борисович поставил на полу первой двухсторонки, поставил тебя правым защитником, потому что места больше не было. Приехали нападающие на просмотр, тебя он и так знал. Было место вот справа в защите. Володя, справа в защите сыграешь? Да, классно сыграю, конечно. Пошел, говорит, а что мне не играть-то здесь? Вперед подключаешься и все. Я говорю, Володя, только назад надо тоже так же бежать. А, не, мне это не подходит. Кстати, я когда центрально выиграл защитника, мне так нравилось. То есть особо никуда не бежишь. Смотришь, футбол, что это ребята шебуршат, бегают. Ну, иногда можно... Сколько команда пропускала во всех играх. Мы играли с Лучом Владивостокским. Захимки. Тогда, кстати, Сергей Сергеевич Франц поставил у меня центрально защитников. И такой Александр Тихоновецкий был. Нападающий, да. Я его два раза в страхе. Бац! Бац! Два пенальти. Он, конечно, из двух забил один, но я глаза Сергея Сергеевича запомнил. Хорошо, что мы тогда выиграли. Я думаю, тогда бы меня убил бы. Кстати, он мне потом припоминал эту историю. Да, я думаю, до сих пор припоминает. Воско тайм. Раньше на ворот оставили самых пухленьких. То есть меня. Димон, да, кстати, я хотел про тебя сказать. Не хотел тебя обижать. Я был не настолько. А сейчас, получается, самых худых ставят. Я был не настолько. Так, подожди. Я просто маленький был еще. Совсем. Ну что же, два удара. Тебе бить на силу или на точность? Кстати, знаешь, есть сейчас видео, когда вратарь такой прыгает, ему в лицо все время попадает. Я, кстати, кто бы смотрел полуфинал Кубка? Я смотрел. Ахмат и Крылья Совета. Я смотрел. Ну, давай, попробуем. Ну, ты не допрыгнешь точно. А я до сих пор не понимаю, зачем он туда встал. Это психология. Он хотел смутить нападающего. Это смута какая-то? Воз, ну ты сегодня чистый победитель. Я чистый победитель сегодня, Никита Сик. Возко Тайм. Ну что ж, сегодня был специальный выпуск Возко Тайм, где со своими друзьями Дмитрием Кругловым и Никитой Андреевым мы сделали маленький конкурс. Победителем, как всегда, оказался я. Ну, учитывая, Димон, твои башмачки. Ну, вы, кстати, самое главное, олимпийский принцип у нас какой? Главное не победа, а главное участие. Подписывайтесь на канал Бэтсейф Прибалтика. И смотрите Возко Тайм. И болейте за свою любимую команду. Ну, Димон, ты мне всегда говоришь, надо подстригаться. Ну, когда-то подстригусь. Ну, хотя бы причесывайтесь. Ну, хотя бы причесывайтесь. До новых встреч, друзья! Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова